Добрый вечер! Подводим итоги недели в студии Лилия Галимова. Смотрите в этом выпуске. Ему поверили, делегаты съезда мусульман единогласно избрали муфтия Татарстана. Кто такой Камиль Самигулин и с чем он пришел? Эксклюзивное интервью вестям сразу после назначения. Попутный ветер. Аэропорт Казань готовится принять до 10 тысяч пассажиров в сутки. Взлетит ли сервис? Двери в воздушные ворота приоткрыли нашей съемочной группе. Москва, Казань, Екатеринбург. Как сложится путь РЖД? Появится ли высокоскоростная магистраль между первой и третьей столицей? Зачистка. Экологи решили устроить темную мусорщикам. Как отряды караулят ночью любителей несанкционированных выбросов. И что грозит тем, кому не удалось свалить? В Татарстане избрали муфтия. На неделе на съезде мусульман республики из трех кандидатур единогласно был выбран Камиль Самигулин. Ему 28 лет. После ухода с поста главы думы Элдуса Файзова Камиль Хазрат исполнял его обязанности. За ходом голосования наблюдала Венера Мухаммедова. Участники съезда стали съезжаться в Канкаце, Казань задолго до начала форума. Всем имам Хатыбам и имам Мухтасибам местных религиозных организаций предстояло пройти через рамку металлодетектора. Процедура необходимая. Элбетті бұлтырғы, еліғы, жайды болған халлер, алар бізді барымыздың дабыршай. Республикиның кейлешегі, бұны кіндегі болғанлығы аның республикида стабиллік болу. Бек кереклі шоңа көре сіздің қызмәтігіздің, сіздің өлішігіз республикиның кейлешегінде бұны кінді бек зор. Форум собрал свыше 250 делегатов в повестке дня выбора Муфси Татарстана. Имена кандидатов на этот пост утвердили в марте на пленуме. Среди них имам Хатыб Казанской мечети Хатер Харис Селегзянов. Против меня, возможно, не будет ни одного человека. Мне 86-й год. Я 17 лет прошел пешком от Западной Украины 1540 километров полной военной амуниции боями. Я был бы вообще в сражениях за Родину. Если эти люди голосуют против меня, как у них внутренний мир? Не стал прогнозировать исход и кандидат глава Совета Улема Всероссийского муфтията Фарид Салман. Автор многочисленных статей по теологии и богословию в интервью сказал лишь несколько слов о том, каким он видит будущее высшего духовного лица в Татарстане. Будущему муфти, победителю, предстоит адская работа на самом деле с молодежью. С молодежью нужно разговаривать именно на языке молодежи. Это язык интернета, это язык интернет-форумов, это, скажем так, контент ютуба. Как приобщить молодежь к религии, об этом выступлении с трибуны не мог не упомянуть самый молодой кандидат. Камилю Самигулину в прошлом месяце исполнилось 28 лет. Обучается у муфти ЮАР, свободно владеет арабским и турецким языками. Отец троих детей. 6 марта после ухода Ильдуса Файзова стал исполняющим обязанности муфти Татарстана. Ненадолго. Делегаты были единогласны. Мы будем вести диалог со всеми, но в рамках нашего ханафитского масхаба, нашей правовой школы, нашей акыды. Но мы никогда не будем объединяться или разговаривать с теми, кто выступает за терроризм, за нарушение прав. То есть с этими людьми у нас диалога не будет. То есть кто хочет говорить с нами, пожалуйста, пусть приходит, но на наших правилах. Открыть в Болгаре мадресе для татар, приезжающих из других регионов, направлять студентов Исламского университета в населенный пункт, где в мечетях некому вести проповеди. Это лишь несколько направлений, которые озвучил муфтий. Избранный на 4 года свой путь Камиль Хазрат Самигулин планирует начать с поездки в регионы, чтобы оценить ситуацию на местах. Венера Мухаммедова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан. В первые же часы, как только новоизбранный муфтий приступил к работе, съемочной группе Вестей удалось встретиться с Камилем Самигулиным. Эльмира Заляева выяснила, какие планы у молодого руководителя Духовного управления мусульман и с чего начнет работу. Здравствуйте. Сегодня для республики произошло знаковое событие. На шестом неочередном съезде мусульман выбрали нового муфтия Татарстана. Им стал Камиль Самигулин. И сейчас у нас есть возможность пообщаться с ним лично. Здравствуйте. Для начала хотелось бы поздравить вас с назначением и сразу же перейти к вопросам. Какие шаги вы планируете предпринять в первую очередь на столь ответственном посту? Во-первых, мы будем формировать свою команду, смотреть на штат. Затем, в ближайшее время нам нужно провести пленум, где будут согласованы личности, которые будут входить в совет Улемов, в совет ученых, кто будет Казием и какого региона. То есть это такой первостоящий вопрос для нас сейчас. Ну как думаете, вот в целом, какие изменения необходимы Духовному управлению мусульман? Что касается изменений, то первые шаги уже были сделаны. И у нас появилось такое объединение, как УМО, учебно-методическое объединение, которое будет составлять программу, так как мы хотим стандартизировать программу во всех наших учебных заведениях. Тем более, что у нас очень богатое богословское наследие, хотим, чтобы эти книги были восстановлены и вошли в основу нашей новой программы. Ну вот раз как раз вопрос коснулся образования, вы очень часто в интервью упоминали о том, что необходимо правильно доносить информацию, средства массовой информации, в том числе в основном в электронных СМИ. Какие-то наработки уже есть по этому вопросу, рекомендации может быть? Сейчас у нас, то есть недавно мы вышли с предложением создать ассоциацию исламских СМИ, теперь мы собираем заявления и скоро этот орган будет работать в полную силу. Стоит ли ждать реформы духовного образования в республике? Конечно, то есть это УМО будет заниматься именно тем, чтобы стандартизировать программу, так как у нас есть 11 учебных заведений в нашей республике, исламских заведений, и мы намерены и надеемся, что программа будет одна. Но по вашему мнению, чего все-таки не хватает в нынешней системе? Вот может быть самый ключевой момент как это есть? Стандартизации не хватает, потому что у нас есть, то есть мы хотим разбить на три категории, то есть начальное обучение, среднее и высшее, и чтобы, скажем, человек, который окончил среднее, получил среднее исламское образование, он мог без экзамена поступить в университет. Для этого нужна стандартизация. У вас на вашем посту будет какой-то советник, может быть, то есть как бы, может быть, Ильдус, Файзов? Советник, конечно, есть. У нас есть такое понятие, как Шура Аксакалов, есть уважаемые казы, в частности, Жалиль Хазрат Фазлеев, главный казы республики, то есть мы с ним всегда на связи, всегда советуемся. Завтра начинается первый день, когда вы уже не исполняющая обязанности, а уже в назначенной муфте. С чего начнете, то есть вот первые минуты? Ну, сегодня мы уже начали после обеда работать. Начнем, конечно же, мы с планерки, поговорим с замами. То есть у нас есть очень много планов, есть очень много работы, которая, в принципе, уже шла в течение всего месяца. Будем лишь продолжать, то есть работать интенсивно. Ну, вот ваше личное отношение к тому, что вы занимаете такой высокий пост, вам, может быть, немножко волнуетесь, страшно? Какие-то вот внутренние переживания есть? Человек боится, что он может ошибиться, поэтому, как я уже сказал, у нас есть сильная команда, есть очень уважаемые люди вокруг нас, и надеемся, что мы будем советоваться. То есть не ошибается тот, кто советуется. Понятно, спасибо большое. Малазийцы на неделе представили президенту республики план развития международного аэропорта Казань, пассажиропоток которого вырос на 15%, а в дни универсиады ожидают порядка 10 тысяч человек за сутки. Этот объем в аэропорту считают подъемным. Чисто визуальные изменения налицо. Новый терминал, небо и земля по сравнению с тем, в каких условиях пассажиры оказывались раньше. Но что внутри? Взлетит ли сервис? Эльмира Заляева о планах высокого полета. Создание максимально комфортных условий для пассажиров с ограниченными возможностями. Так, привокзальная площадь оснащена тактильной плиткой, двери раздвижные и все таблички в аэропорту, помимо стандартного шрифта, выполнены и шрифтом Брайля. Шрифт Брайля и таблички на трех языках. Русском, английском и татарском. Заблудиться в новом терминале аэропорта просто невозможно. Уже со входа здания разделено на две части. Зону прилета и вылета. Скажите, что расположено в этих зонах? Сейчас мы находимся в зоне прилета. В этой зоне находятся стойки аренды автомобилей и заказа такси. Также в этой же зоне находится и камера хранения. Какой-то зал ожидания? Он не входит в эту зону, да? Он перенесен? Зал ожидания. Вот мы сейчас как раз с вами идем по залу ожидания. Это зал как для прилетающих, так и для встречающих. То есть это общая зона, где находятся, могут находиться все пассажиры. В зоне прилета в зале ожидания для удобства пассажиров что делало? Мы учитывали пожелания пассажиров, поэтому в данном терминале появилась молельная комната. Ну и, скажем так, стандартные сервисы и удобства услуги. Это комната матери и ребенка, а также кафе-рестораны и торговые точки. Молельная появилась в аэропорту по просьбам пассажиров. А вот комнату матери и ребенка проектировщики решили разбить на три. Есть пеленальная, игровая и даже спальня. Задержки рейса должны пройти незаметно. Все помещения вынесли на второй этаж, чтобы суета аэропорта была не слышна. Мы сейчас с вами проходим зону вылета. Здесь как раз располагаются стойки регистрации на международные и внутренние рейсы. Эти стойки разделены для удобства пассажиров. Через эти стойки регистрации за час может проходить больше миллиона человек. Пропускная способность по сравнению со старым зданием терминала выросла в разы. Штат сотрудников пришлось увеличивать из-за специфики профессии. Некоторых даже переучивать. Впрочем, обучение продолжается и до сих пор. Постоянно проходят различные сертификации для подтверждения своих профессиональных навыков. Но и постоянно проводятся тренинги, направленные на улучшение культуры, обслуживания и этики. После регистрации в самолет пассажиры будут попадать без выхода на улицу. Сейчас завершают работы на четырех телетрапах. Они статичны, но регулируются высоту. Гости универсиады попадут на татарстанскую землю уже через эти стеклянные коридоры. Хотя автобусы никто не отменяет. Вопросы безопасности в аэропорту начали продумывать еще со взлетной полосы. Сейчас идет строительство новой с антискользящим покрытием. По протяженности она станет четвертой в России. А вот куда с этой полосы отправляться диспетчеры определяют уже из обновленного командно-диспетчерского пункта. С 42-метровой высоты идет управление всеми воздушными суднами. Вопрос со старой башней пока решают. Возможно, там появится ресторан со смотровой площадкой на взлетную полосу и окружающую природу. А вот доставлять в каменные джунгли призван Аэроэкспресс. Планируют, что первый рейс с пассажирами он отправится 15 мая. Эльмира Заляева, Алексей Захватов, Вести, Татарстан. Ну, опустимся на землю. Российские железные дороги принимают решение, быть ли высокоскоростной железнодорожной магистрали по направлению Москва-Казань-Екатеринбург. Реализация этого проекта очень рассчитывают на серьезную поддержку от государства. Об этом говорили на семинаре, который прошел в Татарстане. Инна Данилова побывала на железнодорожном вокзале и изучила пути. Во всей своей красе площадь перед историческим красным зданием железнодорожного вокзала предстанет к универсиаде. Впрочем, завершить все работы по созданию подземного паркинга и сквера над ним строители обязуются даже раньше. И тогда казанцы и гости города увидят его вот таким. Практически полностью завершена реконструкция и пригородного вокзала. Место проходной арки, которая отделяла стену со знаменитой татарочкой на фасаде от здания вокзала, сейчас находится зал пригородных касс. С залом ожидания на втором этаже он соединен эскалатором. А сам пригородный вокзал с перронами теперь соединен крытой галереей. Для удобства пассажиров также электронное табло, как на вокзале и крытом переходе, так и на самих перронах. Полностью обновлено справочное информационное обеспечение пассажиров. Как автоматический диктор установлен на трех языках, во время университета объявления будет на трех языках идти. Заменены все табло, заменены платформные указатели, заменена система громкоговорящей связи, современная установлена на данный момент. Полностью обновлена и достаточно серьезно модернизированная система видеонаблюдения. На территории железнодорожного вокзала «Казань-1» организованы семь досмотровых зон. Одна в центральном зале Красного вокзала. Попасть в него теперь можно только через металлодетекторную рамку, а багажу через конвейерный интероскоп, как в аэропорту. Еще одна досмотровая зона в транспортно-посадочном терминале, а также в специальных павильонах, через которые пассажиры смогут попасть на перрон. Причем, если пассажир вызывает подозрение, его можно просветить и полностью, как на рентгеновском снимке. Только за две недели с начала применения новой техники было выявлено, в частности, 18 травматических пистолетов, 94 ножа, одно огнестрельное оружие, 11 пневматических пистолетов, один пневматический автомат, три охотничьих и четыре спортивных ружья. В дальнейшем камеры видеонаблюдения появятся не только в зданиях вокзалов, но и в поездах. В некоторых современных составах они уже есть. Все это делается для безопасности людей, а не для вмешательства в их личную жизнь, подчеркивают на вокзале. Нашим пассажирам потенциальным придется немножко, возможно, подкорректировать время выезда к поезду, для того, чтобы не попасть в пробку, которая, возможно, образуется при выходе на посадку. Организовано семь зон, просчитана пропускная способность этих зон, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы люди как-то немножко планировали свои маршруты заранее. Ну а для удобства пассажиров и на вокзале «Казань-1», и на вокзале «Казань-2» Новоровского в скором времени появится еще и Wi-Fi в свободном доступе. Шикарно! Мы давно не были на вокзале, и первый раз сегодня увидели. То есть, вот встретили наших гостей, у нас завтра свадьба, вот приехали гости. Ну, здорово, безопасно, это хорошо все. Нам все понравилось, так все быстро построили, я вроде бы, так казалось, сейчас вроде бы езжу, и там бац, все стоит, здорово, классно. Впрочем, обремененные багажом пассажиры поездов дальнего следования в оценках реконструированного вокзала были не столь однозначны. Очень красиво, но неудобно, вот с такими чемоданами на колесиках. Бывают, знаете, такие специальные штучки для колесиков, такие железные, вот делают, что очень удобно. А то он бедная девушка, мы вон еле-еле, аж не могу отдышаться. И вот девушка, она, вот видите, промежутками тащит, тащит, поставила, и второй. А так очень красиво, цивильно, современно. Ближе к универсиаде должны заработать лифты, которые будут доставлять пассажиров прямо от перронов наверх в крытую галерею. Но, во-первых, предназначены они, прежде всего, для людей с ограниченными возможностями. А во-вторых, очереди при таком пассажиропотоке около них неизбежны, говорят люди. И просят все-таки конструктивно доработать лестницы, чтобы по ним сподручнее было вести багаж. Тем более, что на майские праздники традиционно пассажиропоток увеличится, в том числе и благодаря скидкам на билеты. На майские праздники традиционно мы работаем в режиме снижения цен на даты 9-10 мая по тарифам на плацкартные и общие места. Тариф снижен на 50%. В сегменте перевозок купе и СВ 50% снижение. Оно осуществлено на одну дату 9 мая. Все больше популярностью пользуется продажа электронных билетов. И последнее новшество – так называемая система динамического ценообразования. За мудренным названием скрывается конкретная выгода для пассажиров. Кроме традиционных скидок на майские праздники, теперь появилась еще одна возможность значительно сэкономить на приобретении билетов по отдельным направлениям. Так, билет, купленный заранее, обойдется дешевле от 17 до 38%. Билеты начинают продаваться за 45 суток до отправления. И чем раньше он будет куплен, тем больше может оказаться скидка. В РЖД также предлагают внимательнее присмотреться к туристическим поездам по Транссибирской магистрали и Великому Шелковому пути. Маршруты таких поездов пролегают через всю страну. От Москвы до Урала, через Западную и Восточную Сибирь, к озеру Байкал, в Монголию и далее на Дальний Восток или Китай. Так, 400-летию дома Романовых будет запущен проект «Поезд Императорская Россия», который пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Казань, Екатеринбург, Тобольск, Омск, Новосибирск, Иркутск, к озеру Байкал. Из того, что на данный момент мы всерьез обдумываем, это путешествие по северу России, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Петрозаводск, так сказать, в тех областях, и ближе, может быть, наверх, к Мурманску-Архангельску. На Международном семинаре по инновационному развитию технологии реализации проездных документов, который проходил в Казани, были озвучены и многие другие проекты РЖД. Так, в дни универсиады в столице Татарстана из 14 городов России будут организованы туры одного дня, когда туристы утром на поездах будут приезжать в наш город, осматривать его достопримечательности или посещать спортивные состязания, а вечером уезжать обратно. Уже на следующей неделе на заседании Общественного совета при президенте компании РЖД должно быть принято еще одно судьбоносное для Казани решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург. Она будет прилегать через новый железнодорожный вокзал Казань-2 Новоровского. В РЖД рассчитывают на софинансирование столь важного проекта со стороны государства. Причем участок Москва-Казань будет первоочередным направлением, которое будет претендовать на получение государственной поддержки. Инна Данилова, Адельмин Дубаев, Вести, Татарстан. Продолжаем выпуск. Президент Татарстана на неделе побывал с рабочим визитом в Китае. Он посетил индустриальный парк Су-Чжоу, который представляет интерес как потенциальный партнер для сотрудничества. Схема парка используется по всему Китаю. Рустам Мениханов рассказал об экономическом потенциале республики, в частности про особую экономическую зону, в которой 34 резидента. Идет работа по созданию второй. Для этого делегация Татарстана, собственно, и изучает опыт иностранных коллег. Там же президент встретился с генеральным директором, работающей в КНР российской компании по производству ворот, Александром Ханиным. Обсудили перспективы сотрудничества с республикой. Опыт компании, она работает в мини-технопарке, поручен изучить главе Лаишевского района. Встретился Рустам Мениханов и со старшим государственным министром Министерства торговли и промышленности и Министерства национального развития Сингапура. Татарстан активно сотрудничает с Сингапуром. Опыт создания особо-зон, образовательные программы, программы реформы школьного образования. Мы активно используем наш опыт. Мы найдем новые направления, где мы будем вместе сотрудничать. С треском и на глазах начала рушиться республиканская офтальмологическая поликлиника. Что-то неладное медицинские работники заметили утром, в самый наплыв пациентов. Начали трещать стены, покосились окна, провалился пол. 150 посетителей и 30 сотрудников медучреждения тут же эвакуировали. Довижение в помещение спровоцировала стройка по соседству, уверены медработники. Они уже высказывали свои опасения. Вот и в то утро строители забивали сваи. И здание 1840 года постройки не выдержало. Клиники подыскивают другое место, ведь на прием было записано свыше 5000 человек. Что еще попало в объектив телекамер «Вестей Татарстана» готова рассказать с редактору Ольгой Дегтяренко. Она присоединяется ко мне в эфире. Оля, добрый день. Какие новости на этой неделе оказались в вашем внимании? Здравствуйте, Лиля. От обвиняемого в убийстве Василиса Голицыной отказались все адвокаты набережных Челнов. Защитников Аруху Тажбаеву придется назначить. По сообщениям интернет-издания, адвоката нашли в Казани. Пока неизвестно, есть ли уже соглашение между обвиняемым и защитником. Разбирательство начнется в мае. Дело передано в Верховный суд. В следственном управлении по Татарстану назвали имя 72-летнего казанца, которого обвиняют в педофилии. И распространили в СМИ его фотографию. Это Владимир Артемьев. Сейчас он находится под домашним арестом. Всех, чьи дети пострадали от его действий или попыток сексуального домогательства, просят обращаться в следственное управление. В интернете набирает популярность видео из Елабужского района. Там смыло участок дороги. Асфальт кусками лежит в глубокой яме. Грунт провалился на несколько метров. Теперь местным жителям приходится думать не над тем, как проехать, а над тем, как обойти пропасть. Как нам сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, построена временная объездная. А для восстановления этой дороги потребуется более трех миллионов рублей. В Казани стартовал экологический двухмесячник. В этом году необычный. Во-первых, на подмогу казанским экологам прибыли инспекторы из других городов Татарстана. Во-вторых, в рейды теперь они выходят и ночью. Именно в темное время суток нарушители выбрасывают мусор на несанкционированные свалки. Их в Казани пока 38. Данные официальные и уже понятно предварительные. В том, что найдут больше, сомнений нет. В субботу в Татарстане прошла большая уборка. Приводили в порядок территории предприятий и социальных объектов. Парламентарии и сотрудники аппарата госсовета вышли в лицкой садик в центре столицы. Общими усилиями убрались за час. Только из этого сада вывезли три камаза мусора и прошлогодних листьев. Чистка продолжается. Общегородской субботник пройдет на следующей неделе. На неделе вступило в силу ограничение по проезду большегрузов. Действовать оно будет до 14 мая. Грузовики не могут ездить, если нагрузка на ось превышает норму. Запрет не касается перевозки продуктов, лекарств, почты и пассажирских автобусов. На весомый груз можно получить разрешение. Офис есть в Казани, Набережных Челнах, Альмитевске и Нурлате. Работает горячая линия для водителей. В Казани задержали вымогателя, который 10 лет доил казанских таксистов. Он собирал с них дань и отправлял деньги в так называемый общак. Так в преступном мире называется касса взаимопомощи. Об этом свидетельствуют кадры оперативной съемки. Мужчина оказался участником организованного преступного формирования. Таксистам угрожали расправой и порчей имущества. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Полиция ищет и других причастных к этому преступлению. На Нижнекамскнефтехиме при участии президента республики Рустама Мениханова запустили производство АБС-пластика. Прочного и эластичного материала. Его используют в изготовлении бытовой техники, электроники, автомобилестроений. Мощность производства 60 тысяч тонн в год. А в Буинском районе сменился глава. Там состоялась внеочередная сессия, на которой экс-руководитель Рафаэль Абузяров сложил полномочия. Их решением большинство возложили на Айзата Айзитулова. Проголосовали 57 депутатов, 55 за, 2 против. Казань стала лучшим городом страны. Награду Эльсуру Медшину вручили в Государственной Думе. В конкурсе «Лучшее муниципальное образование Российской Федерации» участвовали почти 730 городов из 74 регионов страны. Их оценили по уровню благоустроенности, демографическим показателям, транспортной инфраструктуре, озеленению, развитию электронных технологий. В Казанском зоопарке в свет вывели новорожденного суриката. Этого момента детеныш ждал больше месяца. Прежде его держали в закрытом вольере. Теперь он точно станет любимцем посетителей. Иммунитет суриката окреп, и малыша даже перевели на взрослую диету. Это мадагаскарские насекомые, виноград и бананы. Имя зверьку выберут посетители зоопарка. Голосование. В нем обязательно должны присутствовать первые буквы кличек родителей. Тимона и флауэрс. Такой была эта неделя. Спасибо, это была Ольга Дегтяренко. На одной из тем обзора остановимся подробнее. Экологи объявили о старте двухмесячника. Это значит, что инспекторы приступили к круглосуточному дежурству. Специалисты следят за нарушителями ночами. Чаще объект это КАМАЗ, выгружающий отходы в неположенном месте. На охоту взяли и нашу съемочную группу. Что с теми, кому не удалось свалить, расскажет Евгений Евневич. Лишь только наступает ночь, экологи выходят на охоту. На первый взгляд, сценарий из фильмов ужасов. Ужас же наводят на недобросовестных руководителей, которые очень любят сэкономить и выбросить, например, строительный мусор там, где этого делать категорически нельзя. Две задачи стоят здесь. Это выявление, пресечение и предупреждение фактов несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории города. И вторая задача, это также выявление, предупреждение и пресечение фактов без лицензионного недропользования или, иначе говоря, добычи общераспространенных полезных ископаемых. Разделившись на 16 экипажей, экологи отправились в самые популярные у нарушителей несанкционированные свалки. Буквально через полчаса первый улов. Злоумышленников поймали с поличным на улице Архангельска и Кировского района. Это место для нарушителей одной из самых любимых. Свалка растянулась почти на 3 гектара. Места, отведенные для этого, как объясняет водитель, он не поехал в самосыру, в санкционерную свалку, потому что там, по его словам, нужно платить деньги 600 рублей. Поэтому в пределах города, никуда не выезжая, он как бы экономит деньги, не нужно платить и вываливает. Ну, вот в пределах нашего города. Конечно, зачем ехать далеко, тем более расставаться со своими кровными, когда можно ночью незаметно, на первый взгляд, выбросить отходы строительства. На этом уже делают бизнес. Частники на самосвалах за определенную плату обещают в кратчайшие сроки утилизировать мусор. Берут за это не очень много, чуть больше 3000 рублей. Вот и пытаются компании сэкономить, ведь только за одну легальную поездку и только принимающей стороне нужно заплатить 600 рублей. Осознаю свою, как бы, вину. Я ничего не отрицаю. Но здесь осознаю. Что здесь происходит? Я до этого вас... Вы знали, что сюда нельзя увозить? Я не знал. Потому что зимой два года подряд сюда снег вываливаю. Я на это же место приехал. Сюда зимой снег нельзя вываливать. Теперь уже сам исполнитель должен будет заплатить штраф. Но наибольшие материальные потери понесет именно экономный заказчик. На юрлицо у нас штрафы на сегодняшний день составляют по первой части от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении от 500 до 1 миллиона рублей. Но и плюс на этом процедура сама не заканчивается. Мы все материалы передаем в Министерство экологии, которые уже непосредственно... У них есть определенные коэффициенты. По где сброс был, какой мусор и так далее. Это они все определяют по нашим предоставленным материалам. И они уже рассчитывают ущерб. Тем не менее, даже такие цифры нарушители не пугают. Русский авось еще никто не отменял. За один только прошлый год в Казани выявлено было 38 несанкционированных свалок. Евгений Евневич, Алексей Захватов, Вести Татарстан. Сто лет без героя, но ни минуты без памяти о нем. На неделе вспоминали великого Тукая. 15 апреля, сто лет как его не стало. Он умер молодым, ему было всего 27. Но такой глубокий след он оставил и в памяти, и в истории. Утро понедельника началось с возложения цветов к памятнику поэта. А у стен бывшей Клячинской больницы, где он провел свои последние дни, прошел главный митинг, во время которого читали стихи. Послушать их пришли люди разных поколений. Огонь универсиады прибыл в Красноярск. Туда он приехал из Якутска, где на факел пришло посмотреть свыше 25 тысяч жителей и гостей города. Теперь эстафету передали Красноярску. В мероприятии приняло участие 2013 факелоносцев и более миллиона студентов. К слову, эстафету планируют принять в буквальном смысле. Красноярск тоже заявился на проведение универсиады. А мы ждем огонь в июле, в день открытия летних игр. Я чувствую гордость, что именно я несся, и сильные волнения были. Радость, гордость и волнение. Я о таком не мечтал, но вот когда я его знал, я обрадовался сильно. А как именно передавал огонь, я не помню из-за волнения. Такой была эта неделя. До встречи на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Магнитное поле Земли спокойное. Атмосферное давление 748 миллиметров артутного столба. Относительная влажность воздуха 85-90%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В столице Республики передачи радио Татарстана Вы можете слушать на волне УКВ 6848 МГц и на длинных волнах 252 кГц. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Но что нужно для того, чтобы каждый человек мог проявить себя как личность? Какие нравственные черты характеризуют человека? Как формируется духовно богатая, душевно щедрая, творческая, обладающая активной жизненной позицией личность, способная принимать правильные решения в любых ситуациях и нести ответственность за порученное дело? Обо всем этом наш фильм. Легендарная женщина Татарстана Валентина Николаевна Липужина, депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Валентина Липужина сама сделала свою биографию. Она от природы любит людей, и так распределяет судьба. Она всю жизнь среди нас заряжает такой энергией, и я не знаю, наверное, откуда-то все у нее берется. Это ведь не кратковременно, это даже не должностные обязанности. Вот она такая, какая есть. Представьте себе, с институтской скамьей, по сути дела, сходу после окончания Елавуга, педагогийского института, она становится вожаком комсомольской организации. Мы по себе все знаем. Только кто хорошо учился и мог завоевать авторитет среди своих коллег, студентов, мог стать вожаком и потом в признанном сходу возглавить комсомольское дальнейшем и партийное должности в то время, в наше время. И я должен сказать, что это можно назвать явление. Я очень благодарен Валенте Николаевне. Человек, она простая, доступная, но вот она этим и располагает, человек располагающий к себе, я бы сказал, в одной фразе. Со стороны смотришь, и очень хорошие, доверительные, уважительные отношения сложились с нашим председателем Государственного совета Фарид Харьковичем Мухаммедшим, у Валентины Николаевны. Но это тоже дает в работе конструктив, хорошее взаимодействие. Ну и решение всех вопросов бывает быстро и правильно. Это для Фарид Харьковича, для Государственного совета Республики Валентина Николаевна, она уж, как говорится, находка, находка. Поэтому я ее любя, уважая, называю ее матушкой, матушкой, матушкой Государственного совета. Это дань профессионализму той активной жизненной позиции, которой Валентина Николаевна занимает. Большое уважение вызывает и четкий личностный стержень, который она сохраняет и на высоких руководящих постах. Когда вернулся на работу из правительства республики с должности премьер-министра Татарстана, я ее пригласил на должность секретаря Государственного совета, и после этого особых проблем в организации десятков, сотен мероприятий, начиная от заседаний комитетов, заседаний президиума, заседаний Государственного совета, по приему огромного количества делегаций у меня не было. Мне всегда было рядом с ней комфортно, и тогда, когда она была секретарем, первым секретарем Махитовского райкома партии, центрального такого района, столицы, когда она с 95-го года стала депутатом Верховного совета, Государственного совета нашей республики, этот человек незаурядный. Она по-государственному строга, компетентна. Ее выступления, суждения, ее предложения всегда аргументированы, воспринимаются парламентом республики, руководством Татарстана. Для меня, как журналиста, встреча с Валентиной Николаевной, а потом и работа под ее руководством, стала наградой и большим событием в жизни. Она наставник, учит быть человеком. Я поняла, ее личный энтузиазм, темперамент, неравнодушие к людям – это врожденное природное дарование. Она спортсменка, она лыжница, горнолыжница, она сама водит машину. В общем-то, независимый такой человек. И для женщин, наверное, это тоже великое дело. Валентина Лепужина является видной фигурой в общественно-политической жизни республики Татарстан. С ее именем связано много дел, свершенных на благо татарстанцев. А начиналось все с истоков. Родившись в простой крестьянской семье, третий, после старших братьев, переняла от родителей те качества характера, без которых не состояться как человеку. Мое детство прошло, наверное, характерно для моего поколения – это послевоенные годы. Достаточно тяжелое, сложное время. У нас семья была большая, пять человек детей, мама с папой. И у нас была обязательная традиция, что за стол, скажем, за ужин мы садились обязательно всей семьей. И вот это вот чувство семьи, чувство родственное, оно до сих пор как-то согревает душу, согревает сердце. С благодарностью вспоминаю своих родителей, не только я, и все члены нашей семьи – маму, папу, великих тружеников, которые делали все возможное, чтобы нам, детям, как-то дать больше радости. Когда я вспоминаю свою родную деревню Балахчино, когда я говорю свой Алексеевский район, свои школьные потом годы, конечно, вспоминаю с большой благодарностью, с большой любовью своих учителей, своих наставников. И когда сейчас приезжаю в свой родной район, то всегда чувством теплоты наполняется моя душа. Это действительно истоки, истоки детства, которые дали, в общем-то, большую путевку в жизнь. Одна из старейших педагогов района Антонина Ивановна Абрамова вспоминает. В этот год восьмой класс мне дали для классного руководства. И вот в класс к нам пришла такая высокенькая, светленькая девочка, очень симпатичная. И что интересно, очень вот сразу завоевала в классе авторитет. Валя очень скромная девочка была. Сразу они вокруг ее как-то объединились. Но она умница уж, надо сказать. Учился она очень хорошо. Исполнительная. И очень справедливая. Это вот именно гордость моя. Это сильная девочка, натура. Сильная. Она, я не знаю, кто у нас вел. Мне кажется, она меня вела. Вот пока я с ней общалась, мне почти доказалось, она меня ведет. Она рождена лидером. Лидерами рождаются. Лидерами рождаются. Она вот была лидером. У меня не было выбора профессии. Было однозначное решение, что я буду учителем. У меня стоял вопрос выбора. Быть преподавателем русского языка и литературы. Которая была классная руководитель моя. Или математики. Но все-таки, учитывая, что как-то у нас, я считаю, что у папы были большие способности к математике. Я пошла на физико-математический факультет Елабужского института. Когда мы стояли на крыльце. Это величество здания Елабужского пединститута. Оно действительно очень красиво, имеет такое значение большое историческое. И, знаете, сердце билось так неровно и думал. Боже мой, неужели я буду здесь учиться? Буквально на втором курсе она избирается секретарем комитета комсомола института. По инициативе комитета на общественных началах был организован РАПФАК для ребят, желающих поступить в институт. Уже и здесь она студенткой преподает регонометрию. А после окончания института избирается первым секретарем Елабужского горкома комсомола. Далее обком партии и 15 лет руководит центральным бауманским районом города Казани. И везде своим трудом Валентина Николаевна доказывала, что государственный подход к интересам дела и повседневная забота о людях – это вещи вполне совместимые. Если по голове коллектива стоит руководитель с большим сердцем, с высокими нравственными устоями. Талантливых людей, я думаю, что отрождение немало. Но они не всегда реализуются. Чтобы его реализовать, надо... Себя всего надо отдавать. Надо же хорошо учиться. Надо же хорошо работать. Надо же понять людей. Уметь находить с ними общий язык. Ой, как ведь сложно. Это все через себя она это пропустила. Да, это и есть сама пожертвования. Я должен сказать, что не понаслышке я знаю ее или про нее. В общем, потому что соседи не выбирают. Мы оказались десятки лет с соседями. Жили на одной лестничной площадке. Это прекрасная семья. Представь себе, все время быть круглые сутки, по сути дела, думать и быть занятым. Значит, общественно и властными делами. Служа людям, еще быть любимой женой, воспитывать ребенка, это далеко не каждому дано. Я знаю Бориса Николаевича, супруга его. Ну, вот так бывает, что люди как бы подошли друг к другу. У нее все удалось, получается. Поэтому я очень рад за нее. Скажу, что за ее судьбу так и держать. Она молодца. Каждый раз, принимая более высокие должностные обязанности, Валентина Николаевна остается постоянной в одном. Работает с полной самоотдачей, подавая пример честности, справедливости и порядочности в отношении к общественному долгу и порученному делу. Для меня очень важно, всегда было и сейчас есть, это всегда самое важное, что если мне поручают дело, то я его должна сделать на 100% своих возможностей. Это первое. И во-вторых, когда меня рекомендовали на ту или иную работу, значит, кто-то меня рекомендовал и они верили в то, что я смогу. И вот не подвести этих людей, кто меня рекомендовал, для меня это самое-самое главное в жизни. Очень важно, я думаю, что каждому человеку иметь какую-то вот не то, что защитную реакцию, как я говорю, уметь держать удар. Я считаю, что вот такие качества, ну, бойцовские, может быть, да, они должны присущи быть любому человеку, кто хочет чего-то добиться в жизни, кто ставит себе какие-то определенные цели, ну и кто просто сталкивается с трудностями. Надо всегда думать, что в конечном итоге все будет хорошо. А как успех в политике повлиял на характер? Изменил ли он Валентину Лепужину? Безусловно, безусловно. Вот, ну, как-то, наверное, имея определенные врожденные черты характера, приобретенные, да, безусловно, характер, наверное, менялся. Конечно, не только комплименты и не только слова благодарности приходилось раздавать. Приходилось быть очень жесткой, очень требовательной, но я всегда старалась при этом быть справедливой. И что вот для меня очень важно, что я никогда, как мне кажется, не старалась унизить человека. Обидеть не могу сказать. Конечно, приходилось, наверное, кого-то обижать, когда предъявляешь требования, которые, может быть, человек не выполнил то, что нужно было. Но вот жесткость, она необходима для руководителя, безусловно, и требовательность. Но надо отметить, что я все время говорила, что я могу позволить себе быть жесткой и требовательной, потому что я сама тоже никогда себе послабления не давала. Поэтому, предъявляя другим требованиям, я прежде всего предъявляла их себе и предъявляю до сих пор. Беседуя с Валентиной Николаевной, я очень хотела понять, как удалось ей найти такой интерес к жизни, который и наполняет теперь ее дни ярким смыслом и полнотой? Что же стоит на первом месте в системе ее ценностей? Вопрос очень непростой, но я все-таки считаю, что, наверное, в природе человека на первом месте среди его ценностей, всех значимых, это, наверное, должно, как мне кажется, по истечению уже времени. Раньше я бы сказала, наверное, это работа, это все, а сегодня я уже говорю с некоторым коэффициентом, так сказать, изменяемости. Я думаю, что когда начинаешь уже подводить определенное, что ты сумел в этой жизни делать, то сделать, то я думаю, что все-таки вот семья, дети, внуки, они, наверное, самое важное, что в конечном итоге есть у человека, ради чего он живет, ради чего он трудится. И, конечно, работа. Работа – это не только как средство существования, не только как средство для того, чтобы содержать семью, но это вот для меня, я считаю, то редкое сочетание, когда мне работа, она совпадала в полной степени с моим, ну, с моим желанием работать в этой сфере. Порой непонятно, когда, в какие минуты отдыхает этот неутомимый человек. Всегда в движении, в работе. Она не понимает бездеятельного отдыха. Более 30 лет мы постоянно до сих пор играем в бадминтон. Получаю от этого колоссальное удовольствие. У меня в бадминтон играет дочь, играет внучка, сейчас уже младшая старается тоже играть. Около 30 лет мы уже тоже катаемся на горных лыжах, на простых лыжах. Ну, то есть, в общем, я считаю, что человек, тем более учитывая характер работы и образ жизни, который мы ведем на работе, это, в общем-то, достаточно статичный, поэтому это позволяет, наверное, все-таки бороться с гиподинамией. И удовольствие от этого получаю безусловно. Главное затормозить! Я бы хотела сказать, что, в принципе, жизнь настолько многогранна, что хочется успеть, увидеть, понять, изучить все. Поэтому я до сих пор веду достаточно, на мой взгляд, такой активный образ жизни. И вот уже сейчас два года очень стараюсь учить английский язык, который мне доставляет такой, знаете, вот уже, ну, просто, не просто интерес, а спортивный азарт. Неужели не смогу? Ну, надеюсь, смогу. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. А в чем особенный талант руководителя Липужиной? Как считают мужчины руководителем? Какие ассоциации вызывает во мне имя Валентины Николаевны, то, наверное, это энергия, напор, оптимизм и очень хорошее отношение к людям. Вы умеете слушать, вы умеете слышать, вы умеете понимать, вы умеете дружить. То, как вы, когда не хватает слов, как вы умеете слушать и понимать слова, исполненные анекдотом, я думаю, ни одна женщина не может с этим сравниться. Принципиальная, стойкая, жизненно радостная, действительно, вы правильно сказала, имеет свой стержень, хваткая и с первого взгляда привлек внимание свои выражаемые лица, я бы сказал, даже определены партийным мужеством. Когда я стал уже заместителем председателя комитета по государственной строительству местного управления, она была председателем, я даже как-то был не то, что шокирован, как-то оправдали то доверие, которое у меня возложило руководство госсовета Республики Татарстан. Ведь действительно у меня тоже есть определенный опыт, знания, вот, работа с людьми, вот, рядом с ней, вот, как я буду выглядеть. Особый ее талант заключает в ее человечности, порядочности, доброте и открытости. На мой взгляд, вот эти вот три-четыре, как бы, момента, которые я всегда выделял, выделяю, вот эта простота, открытость и доброжелательность, и, как бы, вот эти посты, все эти должности не испортили ее как человека, не возвеличили ее, на самом деле я никогда не возвеличил ее. Но заслуги Валентины Николаевны отмечены многочисленными наградами, орденами, медалями. Уже несколько лет Валентина Липужина возглавляет Алексеевское землячество. Она частый гость своей малой родины, любит свой район, свою родную школу, где всегда радушно и тепло ее встречают. Очень приятно, что сегодня мы имеем такого нашего земляка и в службе, и в дружбе, и в отношении с народом, с нашим, это очень приятно. Ну и, конечно, хотел бы порадоваться и брать с вас пример, поскольку из простой деревенской девушки, женщины, вырасти до большого государственного деятеля, который и сегодня приносит большую пользу не только нашему району, но, конечно же, и республике в целом, вы человек для подражания. Своей располагающей улыбкой на добром лице она притягивает к себе людей, словно магнитом. Глядя на Валентину Николаевну Липужину, веришь в женскую мудрость, цену жизни, душевную красоту. Ее умение общаться с людьми, искренность и честность придают ей обаяние и человеческую притягательность. Жизнь удалась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok